Ну что, друзья, мы начинаем, с вами IceNice, и у нас Ладдер Челлендж, сезон Швирнст, раунд 4, группа A. Встречаются у нас команды Догма и Эссэй. Давно уже не было от меня стримов и видосиков для Стар Ладдера, так что, наконец-таки, возвращаемся к работе. Ну и давайте перейдем к пикам и баннам. Силы Тьмы у нас отправили в банн Дума, Бесмастера, Вайда и Люкантропа, ну, соответственно, в пиках мы видим Дезераптора, Тедхантера, Сларка, команда же Силу Света мы видим, Феникса, Баутихантера, Свена, Розора в банне, ну, а в пике мы видим Леона и Вокера, и появляется у нас Чея, да, вот такие вот у нас дела. Ну, соответственно, за Силу Тьмы у нас играет команда Догман, а команда Эссэл играет за Силу Тьмы у нас. Ну, у нас, в принципе, First Ban стандартный, тот же Бесмастер, тот же Дум, самый главный герой в нынешней мете, ну, и Феникс. Феникс, конечно, в новой мете 687 творит чудеса, так что увидеть его в бане, в принципе, неудивительно, даже естественно. Ну, и в пике также мы, можно сказать, что Леон, ну, не знаю, более чем, наверняка, 70%, даже больше, наверное, игр, он точно появляется как саппорт, Ну, Мид и Леон, это уж старые добрые доты первые, так что во второй дате Мид и Леона вы редко видите, если, конечно, увидите. Ну, так вот, тут вот такая у нас ситуация. Ну, соответственно, что у нас, команда Догма, все понятно, Леон, Че, на саппорты, инвокер отправится же у нас на Мид, и появляется второй саппорт у команды Эссэл. Ну, Винтер и Верна вместе с завтром будут саппортиться однозначно с Ларку. Так, Андер же у нас отправится на Хардлинию, ну, и остается увидеть только Мидера у данной команды. Ну, Догме тут, что еще можно подобрать? Есть Дизэблеры, есть Животные Учена, захил также его ульты, есть магический проказ, достаточно сильный, я бы сказал. Ну, в принципе, это пока основной дэмэдж, хотя инвокер Сурки тоже так неплохо навалил. Ну, сейчас какой-нибудь физдэмэдж, в принципе, должен заходить в Тиму. Возможно, даже это и будет пуш, хотя Люкану мы уже видим в бане, можно того же Фуриона пикнуть. Но пока появляется Джиггернаут. Ну, соответственно, Люкану с Джиггером будут стоять у нас в Изилайне. Чем же попытается вывозить из леса крипов на помощь своим напарникам, ну и будет сам же фармить спокойный лес. Возможно, будет выход в смоках, в зависимости от тех, каких животных он встретит в лесу. Ну, и остаются у нас ластбаны. Ну, в данном случае тут все понятно, догмин не хватает хардлайнера. Сэль у нас не хватает мидера. Ну, и сейчас увидим соответствующие баны. Ну, можно того же забанить, в принципе, Фуриона. Можно забанить у нас так же. Не займемся в самолетку. Лондроид у нас решили забанить. Ну, да, много животных хотя бы не хотелось бы видеть. Это Кефар Джейн Вокера, те же животные, чем она. Так еще был бы и медведь. Ну, и слишком много животных пришлось бы убивать. Так что это как-то не очень выгодно, тем более, когда у вас есть Сларк, который бьет только в одного. Да, есть три массовых ульты, и отлично. Но Сларк всех бить не сможет. Поэтому нужно как-то будет вырубать по одному. Причем плохо Сларк, он не может вырубить сразу всю тему в одно время. У него нет ни сплэша, нет ничего такого. Баттлфури же на Сларк просто не собирать. Хотя это было бы довольно-таки интересно. На нем Баттлфури. Ну, и отправили нас в Банзис. Да, здесь, в принципе, хорошо бы находил. Очередной бы Magic Damage зашел бы у нас. Ну, в данном случае решили, что против себя Догма не хочет видеть Десант. Еще и пассивка его там неплохо, так и снимает хпшечки. Так что да, не поспорим. Ну, кто тут может зайти в Шарлайн? Опять же скажу, что это Форион хорошо заходит. Воджи в бане у нас, Лондорид в бане. Всеми любимый бестмастер тоже в бане, зато у нас появляется Нюкс Ассайзи. Ну, два интелевика, есть Дезраптор и Сентра Виверна. И Нюкс может, в принципе, за ними спокойно поохотиться. Кто за Дезраптор и столько успеет глимсануть, и Нюкс, например, Станом не пойдет. Даже Виверна может себя Колдон Брейсом спасти. Но, опять же, если Нюкс не попадет с Станом, или уже просто Танис на ЛХП и успеет выжить. Хотя Нюкс, в основном, физический дэмэдж наносит только в первый удар своей с ульты. Там, следом, идет уже Стан, Дагон тот же и Манобёрн. Так что, в принципе, спасаться-то нечем. Ну, только Нинтайт будет переживать, наверное, эти атаки от Нюкса. Ну, не знаю, правда, на Нюкса Дагона, собственно, перестали собирать. Хотя, мне очень нравится эта схема, сам люблю очень играть на Нюксе. Мой агент за любимых героев, на котором у меня более 50 игр. Так что, ну, не знаю. Мне эта связочка Арканы, Дагон, Урна очень нравится. Нюкс, в принципе, охотится, может, вообще за любимые герои. Вот, за исключением одного. Вот, не берите Нюкса против антимага. Это вообще хана просто гудгейм. Ну, и появляется у нас пак Ласт Пиком команды СЛ. И, 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 и. И, пожалуйста, не подвисай. Почти не выльтю, почти. Ну, надо будет просто, мне кажется, еще чуть-чуть уменьшить качество. И, можно будет спокойно смотреть, не вылетая игру. Ну, будем надеяться, что в следующей игре такого не случится. Ну, прошу прощения, но я пока все равно не понимаю, из-за чего у меня вылеты. Не перезагруженности компьютера, не перезагруженности. Не знаю, Дота такая не хочет на ноутбуке нормально работать мою. Не знаю. У меня 50 на 50 уходит. Или я вылетаю, или я не вылетаю. Так что, очень сложно сказать. Ну, пока 80% своих игроков, которые комментированы, вылетел. К сожалению. Ну, почему-то это случается только, когда я в лобби, когда ЮЦМ, когда я на месте стримера, комметатора. Ну, не знаю, это плюс или минус, но в любом случае, я всегда вылетаю не один. Потому что, обязательно выйти из игроков в самом начале игры, да вылетит. Так что, мы с вами чаще всего ничего не пропускаем. И я вместе с игроками же переподключаюсь. Ну что, давай предлагаю вам пробежаться по составам, кто у нас на ком играет. Давайте же глянем. Команда Догма у нас. Партимакер играет на Джиггернауте. Вифа играет на Чене. Папа Ваня играет на Леоне. Удинова играет на Инвокере. Лео Коук играет на Нюкс Ассин. Что же касается команды СЛ у нас. Инфект играет на Паке. Х играет на Тайдхантере. Васк 67 играет на Винтервью Верни. 4К Барьер играет на Дезерепторе. И Календур играет на Сварке. После переподключения у нас все равно какие-то проблемы испытывают игроки. Так что, немножечко ожидать. Ну все, наконец-таки у нас игра продолжается. И мы готовы начать эту увлекательную игру. Как я считаю. Сейчас я быстренько. Чуть-чуть скорость камеры уменьшусь. То уж больно быстро нам не летает. Как вы можете заметить. Все, шикарно. Более-менее плавно. Хотя, наверное, можно и до нуля снять. Все, шикарно. Вот сейчас шикарно просто идет камера у меня. Я так думаю, и вам будет приятнее смотреть с такой картиночкой. Ну а пока что у нас по закупам вроде смока никто не покупал. Да, так и есть. Пытается, там, не знаю, подблочить двух стаки. Что-то типа того. Но ничего особенного пока у нас не произошло. Нюхс не смог пойти и заблочить стаки. Так. Внизу же у нас ставится стандартный вард. Ну, не знаю. Но мне больше нравится блочить спауны, чем просто ставить какой-то вард между спауном и чистой для людей. Не знаю. В принципе, вот это сюда вард и также на этой вирже еще и больше спаун. Здесь все то же самое. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Мне лично не очень нравится такой вард. Не интересно, я бы сказал. Просто не интересно. Правда, зато видно, если делают и здесь, и там отход. Вот и есть плюс. Ну, стандартный размин у нас по рунам. Команды решили не драться. Ну, не знаю. После этого обновления 687, после того, как руна у нас не дает никакого опыта, соответственно, самая первая. А дает лишь 100 голды. Я не знаю. В принципе, руна стала бесполезна в плане того, чтобы драться за нее. В принципе, так и есть. В чем смысл драться за эту руну? Когда, в принципе, и не надо. Ну, Леон же у нас сейчас подблочит здесь спаун. Попытается сберить Курьера у нас под таймингу. Сейчас, если Леончик у нас выйдет. Крипы. Не факт, что его заметили. И Курьер у нас сейчас должен отлетать от Леона. Так и происходит, потому что Курьера у нас никто не контролит. И я бы назвал это Фёрд Плат в плане Курьеров, где вот у нас Леон. Наверху же у нас так неплохо просел у него от Дезраптора с Виверной. Ну. Но выживает за счет, в принципе, своей регенерации восьми тангами. Я так думаю, сейчас достаточно быстро на три гейм. Тайд же у нас пока стоит один на один против Джиггернаута. Леон там немножечко временно подблочил спаун ему. Но... Центрик даже не воткнул. Решил не еблось и до конца. Тайд же пока без третьего спала. В принципе, не плохо про танковать и Крипов, и Леончика. И так, что, в принципе, ему ничего такого сложного сейчас на линии пока не нужно совершать. Сларк же у нас испытал какие-то проблемчики. И решил переподключиться. Не знаю, может интернет, может еще что-то. Но нюкс пока не до конца отхилил свой Витр и Виверн еще 6 секунд до первого спала. У Дезраптора не хватает маны на первой справке. Так что нюкса будет довольно-таки сложно сейчас забрать. Ну. Не знаю. Мне кажется, они его не заберут. Еще рановато. Надо второй лава получить Дезраптору. То есть Виверни можно второго раппу. В первую очередь Дезраптору, чтобы он Глимс скачал. Ну, а там уже будет и нюкса довольно-таки просто забирать. Потому что он имеет еще первый уровень. Харапасики у него есть. Но от них харапас, который улучшать его на 0,6 секунд, это его не спасет. Тать тут у нас, в принципе, тоже неплохо проседает. Но пока можно сказать, что у нас Татьхантеры и нюксы пока жестко проседают. В общем, харданер пока испытывает себя некомфортно на лайнах. Ну, а Леон, что у нас тут? Леон, Леон, не знаю. Ну, Татьхантер, по крайней мере, лучше себя чувствует, чем нюкс. Все-таки он имеет уже второй уровень. Хотя по хпшку, в принципе, одинаково проседает. Но Татьхантер, по крайней мере, меньше тангус. Так, ну все, у нас игра продолжается. Ну, не занюкся. Сейчас чуть-чуть погоняет, но ничего особенного не произойдет. Хотя, если бы Виверна прожал бы первый спел, может быть и не плохо бы замедлили. Ну, решили, что не нужно. Ну, не знаю. Ну, пока у нас по Крепсатам все более-менее нормально. Слак топ-1, за ним идет Чен, который старается неплохо пока бы фармить. Почему у меня Ченнеррор? Вальве, привет! Гейб, спасибо за Реборну. Как я люблю говорить, потому что я постоянно вылетаю. Именно Ох, она с Твердблат делается откинуть на паки. Я думал, все-таки пак сможет отсюда уйти, но нет. Так, ну что я говорю. Да, спасибо Гейбу за Реборну. Не знаю почему, но именно Реборна почему-то у меня лагает. Раньше обычная дота, все великолепно. Вообще без багов, все на максималках. Как появился Твери Борна, все, настал капец в доте для меня. Лаги, игра как минимум на средних статах. Так, у нас тут немножечко просил Тайтхантер. Летает у нас Тайтхантер на насмешке. В принципе, это даже забавно выглядит, в счет того, что это как-то возможно помогает. Ну, по крайней мере, это прикольно выиграет, когда он старается выйти. Мне не нравится, что Чен, но у меня эрорка. Так, Тайтхантер же у нас все-таки решил подойти. Так неплохо проседает. Остается у него всего лишь 100 хп, но у него есть пара, но кушает, остается 30 хп. Тайтхантер тут зачем-то начал монсовать, вместо того, чтобы уйти в кусты. Да, ну в итоге у нас Джаггернаут немного порастел, но это не важно, потому что он забрал Джаггернаут, и Джаггернаут достаточно слева. Леон, конечно, живет. Ну, в любом случае, Джаггернаут тут получил хп, получил голды, так что фраг, в принципе, очень нужный. Ну, в итоге у нас Догма ведет уже 2-0. Нюкс у нас тут еле-еле сейчас получит третий уровень. В отличие от него, Сларк уже четвертый почти имеет. Ну, Джаггер, в любом случае, пока его опережать. Так, у нас тут очередное нападение на Тайтхантера. Маны, в принципе, не хватило ли он на лягушку, если не ошибаюсь. Но, что? Это фейл или что? В ГГ четвертая минута? Вы что, серьезно, ребят? Обычно так не шутят. В чем прикоп с ГГ? Да, ну, в принципе, тут Джаггернаут вообще неплохо так расформился, посел, Сларк догнал. В данном случае, ну, а вышка считается, как крип. Интересно, интересно. Ну, что у нас в итоге на четвертой минуте падает уже Т1 на боте. Тайтхантер, в принципе, почти чувствует сливать свою линию. Нюкс же на топе хотя бы не умирает. Получил он третий уровень. И отправляется на бас. Есть у него хотя бы уже тап. Ну, не что, получить главное шестую уровень, а там уже и начнет напрягать того же пака. На миду, да и саппорта, в принципе, сможем забирать. Вот, наверное, только в интервьюерность можно и выживать вместе Т1 на данной стадии игры. Хотя и Паку, и Сларк, в принципе, тоже могут выживать, в данном случае. Но, хотя у Сларка уже 720 хп, ну, все-таки, наверное, никто и не смог. Пока что на такой стоять. По крайней мере, в Сол. Прочены вообще забыли все. Вот тут со своей ошибкой в анимации. Вообще не парится, ничего не делает. И Нокер же в еще одной раз пытается забрать нас пока. Пока это неудачно происходит, потому что есть. Иллюзион орпы есть и шифт. Да, глюмсует у нас Дизраптор. Отлично. Нюкса. И дают фраг Сларку, конечно же. Ну, вот еще и Сларку у нас немного подведонили. Леон же у нас тут пришел. Ну, а бот есть вон, да, хекс, возможно, крипы бы разорвали этого Дизраптора. Но Леон решил, что дэмэджа не хватит. Хотя, я так думаю, бы хватит. Ну, на страйк же у нас закидываться от Энбокера не будет. Хотя, хороший вопрос, почему? Пока фармит фаржами до Кулцыны и команде в током-то и не помогает. А зря. Тайдхантер тут как-то мимо удивительно пройти смог от Чена. Чен же сейчас, в принципе, должен выходить у нас на Тайдхантер. Тайдхантер фуловый. И забрать его будет довольно-таки сложно. Ну, по крайней мере, чем увидел Тайдхантер и увидел его стаки. И команда будет знать об этом. Ну, дэмэджи в любом случае, мне кажется, не хватит, чтобы забрать Тайдхантер. Тайдхантер, кстати, у нас Транквилами. Вот это что-то новенькое Тайдхантер. Первый видишь такой, Тайдхантер с Тайдхантером. Я немного шарашен. А в чем прикольно Тайдхантер собирать? Тебе и так не пробивай. Да, лишнее броня, я не спорю. Да, регенерация здоровья. Ну, не знаю, толк от этого вообще не вижу. Да, ну, в итоге тут Тайдхантер подставил в интервью верну. Виверну забрали. Так еще, если Тайдхантер, все-таки сберу того, что приходит у нас на Тайдхантер. Тайдхантер раскручивается и Тайдхантер у нас в Тайдхантер. Да, ну, я так думаю, игра у нас надолго не затянется. Все-таки Ascendos пока ничего такого особенного не показывает. Ну, не знаю, единственный герой, кто себя, наверное, более-менее чувствует, это пока Свар. Вот кто-кто, Свар пока, в принципе, доминирует на своем лайне. Так, да, а почему бы не забрать Нюхса, который у Карапаса в ХД, остался в ХД, ну, и Сварку в итоге все прожимать, но и забирать при этом Нюхс Ассасин. Да, но, тем не менее, Нюхс умер, а Док может продолжать у нас ПУшки. Отправившись на бот, сейчас заберут Т2 спокойно. Джаггернад, Джекрепов сюда просто не подпустит. Скоро у него уже будет персик, ну, а там и до бытов. Да, почему у нас Виттер Вивер на втором левом и Тайдхантер, двое, только ДФ, это непонятно. Как же у нас имеет шестой уровень, решил не приходить? Да, ну, Тайдхантер Вивер на, конечно, без своих шестых вообще бесполезно. Виттер Вивер на начальных левелах против такого же левела, как у него еще что-то может сделать, но на данной стадии без своей ульты просто он бесполезен. Хил? Да, ну и что, зато там магии много. Какой толк от этой магии? Если физидэмэдж тоже не пройдет. Ну, не знаю. В данном случае Виттер Вивер на как-то бесполезно. Так, ой, ну, Тайдхантер Вивер на себя, конечно, сейвит кулснэп, но это нифига ей не поможет. Ой, колденбрейс, конечно. Ну, тут все-таки много животных, тут Чен все-таки с Леончиком. Так что шансов маловато. Ну, так еще и спушь ВТ-1 на Миду. Нюх же там отвлекает на себя внимание Сларк с Дизраптором. Дизраптор вообще от него не собирается уходить. Будет стоять до последнего со Сларком. Ух, а тут на 100 кокос, то непонятно, то нельзя Сларк, то и просто случайно не были сделаны. Возможно, Сларк дал нас сейчас зафармить за счет первых спаллайк. Но главное не умереть. Да, остается у него 400 хп. Ну, я так думаю, еще два раза нужно прожать Дарк Факт. И все эти крипы помрут. Главное, чтобы не помер Сларк. Да, тем временем уже и Т-2, с ним иду у нас команда Догма. И отправляются на ТОП. Вот такие вот дела. Сейчас Сларк есть, конечно. Не сможет отсюда уйти, то у него будут большие еще проблемы. Да, тут еще стак, по-моему, делал. Да, вентриверный, походу, они все эти стаки делают для Сларка. Кто знает, может для того же Тейтхантер. Так, отлично, стану на свой по Сларку. Так еще и манаберным сжигать ему всю ману Сларка. Сюда уже не уйдет. Залетать на страйк у нас просто по дезераптору. Так еще и забирать у нас Сларк при дачке. Но все-таки в первую очередь у нас должны были забрать Сларка. Так что, в принципе, дезераптор просто ушел в копилку вместе со всеми. Ну, по-моему, все прекрасно. У Догмы продолжать, а не пушить. Да, беспорено, но тот же паст пушит. Десятая минута уже минус 5 вышек. По графикам там, наверное, сможет, не преимущество. Просто более 4,5 тысячи нас по Галде. Господи, по Галде, конечно же, 9 тысяч. По нету, может, более 10 тысяч. Это был по XP более 4. Да, вот такие вот делишки у нас. Вот такие. Лежа у нас единственное, что пока без 6 уровня. Ну, тут просто двойные подкопы. И паку-ю-ю выживает на 90-х хитпоинтов. Настрайк, опять-таки, не доходим. Выкрощить настрайк у нас. Иногда. Ну, надо запуливать в этого паку. Настрайк пока он не ушел. Закидывается в кривой дезераптора. Дезераптор же у нас уходит на 80-х хитпоинт. Так, мы в итоге минус 2 у нас команда SL. Отбивает на топе душечку. И забрали у нас только Леон с Ченом. В размен на Вивер. Ну, такой небольшой комбайчик, наверное, в 1000, наверное, где-то сделали. Ну, да, так и есть. Полторы тысячи по галдей, ну и 1000 по XP у нас, в принципе, отыграл команды SL. Ну, в принципе, это ничего не даст. Да, это у нас, конечно, получил 6 уровень. Но от джаггернаута он уйти никак не сможет. Что-то джаггер имеет ульту, имеет на четверочку вкачанную в Блэйдфури. Так что... Да, довольно-таки неплохо у него. Так, а тут пак пытается у нас вместе с инбокером разобраться. Ай, конечно же, пак со сларком пытается разобраться с инбокером. Инбокер у нас очень лольный выходит. Отсюда есть у него, кстати, перво лауз. Сларк же, как всегда, у нас без маны. Маноберн просто прекрасно действует. Опа, вот это фингер у нас... Не знаю, через метров 100, наверное, прилетает в сларка. Вот он и реализация фингера в деф. Ну, и попытается забрать инбокер. Почти это вышло у них, но... Нюк с моноберном своим все испортил. Да, вжигать, конечно, но еще вот так он. Счет того, что 31 интеллект есть. У сларка больше интеллекта, чем у них сан. Нет, ну, в данном случае одинаково, конечно же. Но... Счет того, что есть пассивка у сларка, так что я бы сказал. Я бы сказал, что все-таки одинаково. Ну и сларка, наверное, со временем будет все-таки больше. Так, ну, тай-кантеру нужно тут, конечно, реализовать свой реваджер. У меня глюки или тай-кантер собрал рейн-два бетинка. И открывай глаза. Серьезно, у него транквилы арканы? А-а-а... О май гос. Что это? Какие к черту трвала и арканы? Что это за бред? Конечно, у нас тай-кантер заходит, да, и трэвидс убивает он этим реваджером Ченна, но... На этом файт заканчивается. А-а-а... Вот это, мне кажется, колбан брейд был зря у нас на Старке. Правда, у нас тут... Помер и Пак, и... Дизраптор. Нашли еще Винтер и Виверну у нас. В итоге у нас выживает всего лишь один сларк. С лотаром. Опа! А вот тут у Леончика появляется после арканы сразу же Блинк Драгер. Вот такие вот дела у нас, у Леона уже еще 5,1 оказывается. Ну, Гумба у нас сейчас спокойно заберет. Давай, Дохом. Сейчас, где Гумба все перечислили. Догму, конечно же, у нас. Забирать Рошана, и я так думаю, сейчас отправиться на хайграмм. Счет того, что не трэвиджер, не тудри... Нет, Дрюмка выйдет. Почему пахнет, который выйдет? Вроде статик шторм был, вроде все было. Дрюмка пожалел. Я сомневаюсь, что он так быстро у него откатился. 7-7 секунд, конечно, это мало, но все-таки. Пларк у нас еще умудряется постоянно тут лольным бегать, а... No comments. В итоге у нас... Пакер, просто... Должен был задефать. Ой-ой-ой, у нас тут Санстра куда-то запуливал инвокер. Но успел проюзать он себе гостволку, хоть на лоу-хитчпоинтах. А, туда-туда, где Зараптер просто пинал нюкс вместе с фаражами инвокер. Вот так вот все просто. Зараптер, кстати, скорее всего, залетел у нас с Дизераптером. Ну, а нюкс, скорее всего, да, на телепорте ушел. Он сразу, кстати, собирает агонил. Так, у нас еще Тайдхантер успели разорвать. А, ну Джаггернаут снова нашел у нас тут Тайдхантера. Поражал на него ульт, просто даже без Блэйс Юрьева на этот раз. Есть у него уже Баттлфури, есть Аегис, Фейзы, сейчас появится у него Яша, 12 уровень, все прекрасно у Джаггернаут. У него все время почти девятый, наполовину агоним, шикарно. Также у инвокера, еще 1000 галды и появится у него агоним. Чем же с Арканами и скорое время соберет себе меба. Точнее, уже летит к нему Мег, конечно же. Надо сменить еще в него некий, Мекки не был с таким фармом. Да, ну все первые начальные артефакты, которые нужны команде Догма, в принципе, они уже все есть. Нюкс, правда, мог себе дособрать уже давно догон, но решил, что агоним будет на шкур. Ну да, там может и в ямке свои переживать все атаки, в принципе, и данист атаки. Ну, точнее, данист атаки в плане применения маги у него будет повышенный. Так что, в принципе, у Агоним тоже хороший вариант. Да и вдруг на тебя захотят проказ сделать, а тебя просто танковать не смог. Так что, в принципе, это идеальный вариант и потанковать сможет, если что вдруг. Фларк же я себе лишь вывез пока ПТ-шки. Ох, Илоттар, ну опять же он просто подходит. После атаки Нюкса с фингера добивает, в этот раз, смотрите, у нас Дизраптор. Дизраптора у нас нету, соответственно, Сала на одном меньше уже. И пока есть Аегис, почему бы не зайти на хайграунд? Он не слышал, вот Джиггернаута откатится через 20 секунд. Топ же у нас уже падает. Страшно смотреть на эти графики. 16 минут за 12 тысяч по XP. Более, ну, наверное, около 20 уже тысяч по нетворцам, конечно же, у нас. Более 15 тысяч по галде у нас. Вот такие, ой, вот у нас преимущество у Догмы. Да, все довольно-таки просто. Ну, Джиггернаута у нас такая все в своей улице, все-таки назад не будет сразу же. Все-таки есть Колден Брейс. Если что, он подхилит, заявит у Джиггернаута. Но, пытался он, конечно же, Дизраптор Джиггернаута, ничего у него не вышло. Отлично, Курсна, в принципе, у нас доходит в Леону, чем почти выхиливает его, но ничего не получается у него. В итоге у нас заходит просто Джиггернаут. У нас, в принципе, неплохой Рейбет, правда, в это время у нас будет Юрий был прожитый на Джиггернауте. Джиггернаут, немножко отперескочил. Ох, ё-моё, на Сларк у нас успел перескочить. В итоге у нас умирает и Пак, и Дизраптор. Еще и Шеста Егисом у нас будет Джиггернаута, но я поторопился. Все-таки Вентерверна смогла у нас сбрызнуть защиту Вентербласта. Но, в любом случае, ульты были потрачены, они все еще в КДМ. И можно заходить спокойно, ничего не боясь. Да, улетит Сларк, да, еще кто-то улетит, но ничего это не изменить. Правда, Сларк, он там ворвался в спину и смог уничтожить побыстрого у нас Чена. Пытаться зацепить у нас Нюкса. Он стоит у нас на Сентрике, он отличный Сентракт залетает у нас. Вентерверн, правда, разделил урон, но все-таки смогли не добить Сларка. Смог отсюда уйти. Ну и вроде байбэков у нас не было. Да и денег особо-то не хочется тратить на такой минуте. Но, в любом случае, преимущество просто огромной команды Догма. Там еле-еле Сларк как-то затесался в топ-3 на Творце, но топ-2 на Творце просто не сравняться с ним. Там просто в сумме в 4 раза больше на Творце у... Главных героев у команды Догма. Ну, а Сларк, конечно же, здесь по-жёсткому проседает у нас и ничего сделать просто не может. Да, вот такие вот дела. Ну, снесли, конечно, Т-3 на топе, разменяли. А Егис еще 23-8-17-е минуты. Пытается у нас бороться команда Эссель, но шансов с каждой минутой все меньше и меньше. А если они и так будут, в принципе, терять вышки с каждой минутой все больше и больше, то, соответственно, и шансов будет меньше. Но пока казарма целый, и это главное, значит, можно дефать. Таджи покупает себе уже Мекку, хотя я еще не могу его отвыкнуться, чтобы не вывести танквилый аркан. Что за такие Тайдхантеры, пошли, не понимаю. Люан же у нас, вот она, реализация у нас Сбрингдагера. Отличный ульт у нас заходит от Витры Вильверны, но этого недостаточно, у нас Джиггернаут находится у нас в Блэдфьюри. Сларк у нас пытается забрать Леона. Леона хотя бы он забирает, конечно, но у нас в этот момент у нас Ньюк забрал у нас по-быстрому в Вильверну. Так еще у нас и отлетела Джиггернаута Пак. Пытается у нас догнать Сларка. Сларк же у нас... Ой, нет, просто у меня Сларк жестко пролетает. Это 4 в 1 в пользу команды Догмы. Падут у нас казармы, понимает Пак, что играть тут незачем. 19-ая минута, еще 27-9. Отличный игрок команды Догмы. Ну и это, если не ошибаюсь, точно стопроцентный результат на выход в следующий раунд. Так что, в принципе, можно заранее поздравить команду Догму. Ну, а новая игра у нас совсем скоро начнется, так что далеко не уходите. Скоро начнем. Продолжение следует... Продолжение следует...